Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатим из ангара на пару каток СТРВ-74. Ну а перед тем, как мы с вами начнем, как обычно, хочу попросить каждого из вас, кто еще этого не сделал, подписаться на мой канал, поддержать мои начинания и поставить лайк этому видео. Я буду очень благодарен вам за оценку моих трудов. Итак, ребят, СТРВ-74 это первый танчик в ветке, которая будет вести вас к десятке кранвагену, который вам необходимо будет пройти. Все предыдущие, до пятого, включительно, СТРВ-72, на данный момент обсуждать не будем, но и в принципе обзоры на них я, честно говоря, даже и не знаю, снимать или не снимать, но посмотрим. Что же касается СТРВ-74, это первый ваш шаг, который поведет вас по ветке к кранвагену. Что собой представляет данная машинка, ну и в принципе, как она поведет себя в бою, сегодня посмотрим. Кратенько про танчик. Броня посредственная, это средний танк, подвижность сейчас заценим в бою, но меня всегда интересует самое важное, по-моему, в этой игре, это орудие. Среднее бронепробитие, как для шестерок, в основном все шестерки именно таким бронепробитиями хвастаются, там в районе 150 до 150 от 140. И средний урон в 160 единиц альфы. Тоже ничего выдающегося, как правило, даже сейчас во всех ивентах разыгрываются танки именно с такой средней альфой. Поэтому, в принципе, выдающимся данное орудие не назовешь. Скорость перезарядки 5,5 секунд тоже является среднестатистическим для средних танков на шестом уровне. Ну и, соответственно, урон в минуту 1700, ну, есть да и есть. Что касается его в бою, мы сейчас посмотрим и там попробуем еще что-то обсудить. Итак, ребят, в одном из своих видео я говорил, что кранваген это, по моему скромному субъективному мнению, первый танчик ТТ, который необходимо качать новичкам. Что же касается всей ветки данного танка, хотелось бы от себя добавить, что данная ветка не является прям какой-то суровой для прокачивания, она является плюс-минус простой для прохождения. Я бы сказал, что плюс-минус фановой, ну, а, соответственно, добраться к своей заветной десятке будет гораздо приятней, ну и читка полегче. Что же касается СТРВ, это танчик исключительно проходной. В ангаре я у себя, допустим, его не оставлял на основном аккаунте по одной простой причине, потому что ничего выдающегося в этом танке нет, кайфа от него какого-то особо не ловишь, просто качаешь его для того, чтобы перейти на следующий уровень. Точность у орудия плюс-минус неплохая, скорость перезарядки стандартная, похвастаться особо нечем. Подвижность, как для СТшки, ну, мне, честно говоря, хватает. Скорость полета снаряда на средних и дальних расстояниях довольно неплохая, то есть, в принципе, вы можете выступать периодически танком поддержки. Прорываться, безусловно, на этом танчике не сильно комфортно, исходя из того, что он плюс-минус картонный, ну, а, соответственно, вас могут вполне спокойно разбирать противники, если их несколько, а вы там сами по себе, либо с кем-то, кто не особо может вам помочь выжить. На нем, честно говоря, вот, что действительно комфортно, так это передвигаться. Углы склонения орудия довольно неплохие, воевать очень удобно, очень приятно. Сейчас, одну секундочку. Закончу мысль. Так вот, воевать на нем очень приятно, очень удобно. На нем очень легко менять позиции, на нем очень легко перемещаться по карте. Он очень хорошо и бодренько набирает скорость, он довольно неплохо ведет себя на каких-нибудь подъемах. Ну, в общем, танк, честно говоря, как на меня, для шестерочки очень комфортный. Особенно обозначу еще раз, что данный танчик не стоит рассматривать в целом как потенциальный танчик в вашем ангаре, для того, чтобы его выкатывать и прямо на нем там гонять. Да и, в принципе, когда вы откроете себе несколько десяток, вы придете к тому, что играть на шестерках это уже, ну, как бы, не совсем тот фан. Ну, а, соответственно, если вы будете играть на тройках, фаниться будете больше, чем на шестерках. Итак, бегленько по результатам боя мы нанесли 1233 урона. Я считаю, что это довольно неплохо. Мы сделали один фраг. Мы не ушли в минус явно по серебру, потому что голду не использовали. Мы получили чистым серебром 8000. Ну, и в нашей команде мы заняли первое место по урону. Мне кажется, что результат довольно неплохой. Итак, попробуем еще одну каточку. Итак, ребят, вторая наша каточка на СТРВ-74. В данный момент мы зашли против нескольких семерок. Насколько это будет существенно в бою, пока не знаю. В зависимости от того, схлестнемся мы с ними как-то в каком-то противостоянии или нет. Данная карта позволяет нам сейчас посмотреть на углы наводки вверх-вниз в действии. Вот то, что я говорил, что под горочку танчик идет очень бодренько, очень приятненько. Это каких-то таких негативных ощущений передвижения абсолютно не доставляет. Есть танчики очень тугие, где-то на подъемах, что ты прям не можешь догнать свою команду. Они все уже давно уехали, ты там где-то сзади плетешься. Таких ощущений на этой машинке абсолютно нет. Ну, то есть, играть на ней очень комфортно и очень приятно. А значит, прокачивать ветку даже вот хотя бы на первых своих каких-то шагах уже будет немножко полегче. Так, немножечко нам надо схорониться. Все-таки это КВ-3, да еще и на горке стоящий. Пробитие. Попадание. Пробил. Пробил. Ну, вот так вот бодренько мы помогаем. Слава богу, что КВ отвлекся на нашего союзника, а не свелся на нас. Броня не пробита. Ну, вот сейчас попытаемся, может, где-то как-то покрутиться, поразбирать тяжика. Есть пробитие. Пробитие. Обратите, кстати, ребят, внимание, что на этом танчике комфортно не только ехать вперед, но и сдавать назад. В случае, если вам необходимо где-то спрятаться, если вам надо уйти из-под обстрела, то вот сдать назад на этом танчике вам будет практически, ну, беспроблемным. Сейчас попробуем поперестреливаться. Можно, в принципе, размениваться по ХП, исходя из того, что у нас счет в нашу пользу. И даже если мы сейчас классика этого вынесем, пускай даже с разменом нашим, то мы все равно имеем шансы на победу, даже если окажемся в ангаре. Итак, ребят, вот она наша победа вторая. Ну что, опять 1370 урона. Ну почему опять? Потому что там было там 1200 там с копейками, здесь 1300 с копейками. То есть, в принципе, не напрягаясь, больше 1200 урона можно заносить на этой машинке смело. Тут, безусловно, получилось немножко меньше серебрушечки нафармить. Мы заняли третье место по урону в нашей команде. Очень хорошо отыграл наш квас. И за что, в принципе, ему огромное спасибо. Да и спасибо всей команде, потому что отыграли все довольно неплохо. Даже P43 Бис, который не является каким-то там имбовым танчиком, он делал там один фраг и нанес какой-никакой урон противникам. Поэтому команде огромное спасибо. Что же касается самого танчика. Давайте подсуммируем. Танчик проходной, навряд ли вы оставите его себе в ангаре. Но это первые шаги к заветному кранвагену. И этот первый этап вы пройдете с удовольствием и не напряжно. Играйте в танки, получайте удовольствие, кайфуйте. Возвращайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк видео. Я буду очень благодарен за поддержку. Всем благ, всего хорошего. Ну и до встречи в боях. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok